здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный и эффектный торт без желатина бусины бусины у нас будут виде маленьких ягод смородины торт этот я буду делать сегодня с красной смородины со свежей два вида крема буду использовать в нем и также буду выпекать для этого торта бисквит на белках белоснежный бисквит и так вначале я сделаю бисквит для бисквита мне понадобится 7 белков среднего размера 210 грамм общий вес белка щепотка соли пакетик ванильного сахара и начинаю все взбивать сейчас и в процессе взбивания я добавлю сейчас небольшими порциями 120 грамм сахара и взбивать буду примерно 4 минуты больше нет смысла взбивать здесь белки вот до такой глянцевой меренги должна быть взбита белковая масса пике у белковой массы вот такие подрагивающие не нужно взбивать белки в состоянии губки и просеиваю туда 120 грамм муки и одну чайную ложку без горки разрыхлителя маленькими порциями просеиваю и очень аккуратно снизу вверх складывающими движениями лопаткой все это перемешиваю чтобы не осадить белковую массу духовка у меня уже разогрета на 175 градусов цельсия режим верх-низ без конвекции будем выпекать две формы по 18 сантиметров я застелила фольгой и выпекать буду примерно 20-25 минут бисквиты выпеклись они получаются ровными они очень хорошо вырезаются из формы они абсолютно не крошатся и сейчас как только я смогу дотрагиваться уже до формы я их вырежу из формы и оставлю остыть до комнатной температуры вот такие ровные бисквиты получаются уберем сейчас их в морозилку можете просто в холодильник я их уберу где-то часа на четыре чтобы быстрее они отдохнули у меня и если в обычный холодильник часов на 8 их нужно будет убрать в пищевой пленки теперь приготовим заварной крем в миске у меня 150 грамм молока миллилитров добавляю туда 200 грамм сахара все это очень хорошо перемешиваю чтобы сахар полностью растворился также я туда добавляю 50 грамм кукурузного крахмала как я уже сказала торт мы будем делать без желатина и очень хорошо перемешиваем чтобы полностью растворился весь крахмал добавляю туда также 7 желтков которые остались у нас от приготовления бисквита это очень удобный торт здесь и желтки и белки у нас полностью используются перемешиваем и идем сейчас уваривать на плиту в кастрюле 350 миллилитров молока я довела до кипения но не кипятила добавляю туда всю желтковую смесь и ставлю опять на огонь при непрерывном помешивании сейчас я довожу эту смесь до кипения и как только смесь начнет кипеть вы это увидите она у вас загустеет пойдут такие активные пузыри проварю еще 30 секунд с момента закипания и снимаю с огня на среднем огне варила при непрерывном помешивании добавляю 100 грамм сливочного масла масло 82 процента жирности и перемешиваю сейчас я буду остужать заварную основу до холодного состояния накрываю пищевой пленкой в контакт чтобы она не заветривалась и очень хорошо охлаждаю бисквит я достала из морозилки он у меня уже так немножко оттаял я нарезаю кондитерской струной вы можете нарезать просто ножом эти бисквиты очень хорошо нарезаются они практически не крошатся и вот такие четыре слоя у меня получится 18 сантиметров в диаметре теперь 450 миллилитров сливок два пакетика ванильного сахара 50 грамм сахарной пудры и два пакетика загуститель для сливок я добавил в процессе взбивания это просто не вошло у меня в кадр по 8 грамм обязательно здесь нужно добавлять загуститель для сливок иначе они у вас не будут хорошо держать форму сливки взбились теперь всю заварную основу которая остыла до очень холодного состояния в холодильнике я перекладываю в миску добавляю туда ну тире 2 ложки взбитых сливок просто для того чтобы заварная основа хорошо у меня распределялась по коржу и просто перемешиваю это миксером ничего здесь взбивать не нужно и такая достаточно и не жидкая масса у вас должна получиться коржи эти белковые очень хорошо нужно пропитывать для пропитки я взяла воду кипяченую и сгущеную молоко с сахаром наношу сначала заварной крем распределяю хорошо и также я приготовила уже помыла просушила на сети 400 грамм свежей красной смородины естественно очистил ее предварительно от веточек листиков и всего остального и распределяю обильно покажу вместо красной смородины можете брать любую кислую ягоду и бруснику и черную смородину и вишню и малину то есть все что вам нравится но с красной смородиной идеальное сочетание теперь также из кондитерского мешка наносим слой сливок все это выравниваем и накрываем последующим коржом и так собираем весь торт вы же можете более низким сделать этот торт это уже на ваше пожелание торт я собрала уже в кольце и убираю в холодильник сейчас на ночь он должен хорошо пропитаться прошла ночь я достал торт из холодильника крем я для этого торта буду для покрытия использовать творожный крем он очень вкусный и очень просто и быстро готовится готовила я этот крем в предыдущем видео вы можете пройти по ссылке в описании к данному видео и посмотреть как я готовлю этот крем сейчас я делаю черновое выравнивание коржи у этого торта я не случайно взяла здесь на белках потому что они получаются очень нежными на вкус и они очень хорошо несмотря на свою нежность держит форму в торте что немаловажно для такой нежной начинки чтобы торт у вас не превратился просто в кашу сейчас я показываю вам как я выравнивала этот торт делается это очень просто и быстро я нанесла из кондитерского мешка крем дополняя его где мне необходимо это также вот эти места заполняю кремом из кондитерского мешка выравниваю шпателем или линейкой и убираю сейчас на некоторое время в холодильник чтобы крем схватился достал из холодильника убираю с холодного крема уже излишки делается это на холодном креме очень быстро и комфортно заполняю все недостающие места уже мягким и вот так выравниваю торт делается это очень несложно и быстро для этого торта вы можете брать любой крем для покрытия украшаю его в данном торте ягодами без и вы же можете украсить на свой вкус такой разрез у торта получается то есть очень красивый разрез получается как я уже сказала бисквит на белках очень хорошо держит форму но получается необыкновенно легким и буквально тающим во рту и два слоя крема также очень хорошо прослеживаются в торте и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео